Находимся мы на парковке. Красиво так. Сегодня утро, понедельник, есть время. Просили меня обзор на мою машину. Это X5 первой генерации, второй год, насколько я понял. 3 литра двигатель. Двигатель здесь, соответственно, шестерка рядная. Алюминиевый блок, чугунный гильз. Никакого люкосилы, очень простая, понятная всем конструкция. Турбины нет. По мощности двигателя у меня вопросов никаких не возникает. Нажимаешь на педальку, рвешь с места. Значит, двигатель этот, соответственно, дальше выпускались V-образные двигатели, 4.8. Ну, это с какими-то там фазовращателями. По-моему, здесь тоже фазовращатели есть. Я их, по крайней мере, не вижу. Ну, так, в принципе, подкапотное пространство в нормальном состоянии. Масло, конечно, где-то бежит. Двигатель должен подъедать масло, потому что у него маслосъемные кольца неправильной коробочной конструкции. Они закоксовываются. Чтобы убрать жор масла, нужно вынуть поршня, поменять кольца, либо на, как сказать, новые, либо сделать такой апгрейд от другой марки, там, ну, составные кольца. И все, будет все нормально. Ну, поменять маслосъемные колпачки одновременно. А, возможно, что-то еще. Я по двигателю много сейчас узнаю, в принципе. И, соответственно, там какие-то есть рекомендации, поменять, поменять мембранки, поменять еще что-то. Ну, вот так вот. Значит, машина себя представляет full-time в виде, потому что у него постоянный полный привод. Немножко из-за этого, конечно, больше жрет топливо. Ну, вот. Нужно обратить внимание мне на тормоза что-то. тормоза, они неравномерно работают. Сзади дисковые тормоза. Значит, бьет у меня сейчас на данный момент. Я не знаю, что делать. Баланс? Баланса нет. Баланса нет. Возможно. Возможно. А, ну, тут еще, не знаю, резину не подъедает. Не знаю. Ну, вроде в нормальном состоянии, но здесь почему-то больше. Складываются у него зеркала. У всех почему-то, я так сейчас понял, болезнь, это вот эти ручки. Они ломаются за страшной силой. Мне нужно просто пойти на джанку, на стоянку, запустить вот этими ручками, потому что у меня уже половина не работает. Из-за этого отключено еще подниматели стекол, там кое-какие сломаны, складыватели зеркал. Не знаю, работают или нет. Потому что отключена та фишка на той двери. Значит, сейчас уже я отремонтировал омыватели стекла, потому как вот этот моторчик был сгоревший, один не работал. У него вообще шланга нет. Я бы переставил сзади, назад брызгало, но нафиг не надо. Короче, сейчас задний моторчик работает наперед. Ну и все. А сзади мне вообще ничего не надо. Вот эту, кстати, коцку, эту коцку я не видел. Еще пойдет, ее бы надо бы заделать. Еще пойдет трещина. Вообще как-то неприятно будет. Ну ничего, машина такая премистая. Все работает, в принципе. Электричество. Багажник. Багажник, двери. Ну она себя представляет такой, как сказать, салончик. Коти старенький. Видите, планочки нет. Там планочки нет. Надо пойти и забрать их. Кожа нирваная. Коврика пока нету. Это все откидывается мероприятие. Шторочка. Посмотрите на заднее. Разбитый дисплей, который мне нафиг не нужен. Ну надо мультимедиа, это последняя очередь, чтобы менять. Вот. Значит, что еще здесь интересного? Ну так, приятный дизайн. Не как у американцев, в которых в эти года какой-то мрак и ужас. Я не знаю, что это был за дизайн такой. Кто его изобрел. Я даже не могу его понять. Он какой-то мыльно-пластиково. Ну отратный. Просто обливать хочется. Ну все какие-то имитации под кожей. Ну в принципе, Анетта же интересный класс. Спорт, утилита. Вроде как и дорожник, и внедорожник, и спортивная машина. Ну конечно, не внедорожник, естественно. Но более-менее. Электроруль здесь. Круиз-контроль. Подогревы сидений. Электросидения. Сзади, значит, соответственно, тоже. Не знаю, работает или нет печка. Соответственно. В дверях какие-то колоночки. Не знаю, как они играют. Потому что музыкой я пока не пользовался. Здесь тоже какая-то, видимо, зацепка. Офига она нужна? Ну не знаю. Вот это вот так вот. Вот так вот работает. Ну я так закрыта. Ну двери вроде захлопываются нормально. Ничего не могу сказать. Здесь у всех что-то там какая-то планка ломается. У меня пока не ломается. Вот, соответственно, здесь тоже кнопочка. Все это работает. Здесь вот такие ниши имеются. Здесь стоит крепок чарджер. Еще какая-то аппаратура может стоять. Все это нафиг надо, как бы, чарджер тут вынимать. Здесь ничего не стоит. Вот видите, вот это вода. Ну, имеется еще потому что люк. И нужно, знаете, как менять, прочищать вот эти вот, как они, водоотводы. Здесь у всех что-то ржавеет. У меня тут ничего не ржавеет. Ну, можно смазать. Вот такая вот фигура. Ну, вот эта мембрана, я не знаю от чего. Возможно, здесь она нужна будет что-то поменять. Закрываем. Закрываем. Коцкий по кузову у меня имеется. Родной бампер. Все родное. Не обращаем ни на что внимания. Абсолютно машина досталась, как сказать, трудом и потом. Что еще могу сказать? Возможно, ну, я бы его, конечно, двигатель вынул бы, все бы сделал, а потом обратно его бы поставил. Было бы счастье. Ну, она сейчас работает примерно. Вот. Не знаю, подъедает ли резину. Что-то вот сейчас посмотрел. Сомнение у меня насчет этого дела. Ну, здесь был удар, естественно. Естественно, сломала вот эту всю фигню. И планочки нету где-то. Ну, может, она где-то и валяется. Ну, на разборке все это можно найти. Красить. Не знаю. Фары. Ну, что-то вкладываться у нее, мне кажется, смысла нет. Но едет она нормально пока. Коробка работает, плавно переключает. Двигатель работает без нареканий. Пока по механике все отлично. Остальное, оно такое, знаете. Да, оно такое. Планочки есть. Решеточка, кстати, ну, где-то поломана, где-то есть. Что еще могу сказать? Главное мне бы сейчас... А, люк. Да, вот. И люк такой вот. Люк, люк. И ручка работает. Ну, видите, вот сиденье с памятью. Тут автоматика. Руль тут и сюда и ходит. Руль тут и сюда и ходит. Руль ходит от себя. Он регулируется вверх-вниз. По кондиционеру. На данный конец у меня кондиционер забито, по-моему. И это самое... Замораживается он быстро. Забито дренаж его. Здесь, значит... Вот видите, открывается заднее это. Придется мне пойти и закрыть ее. Вот. Нет USB. Ну, 2002 год. Ну, что вы хотите? Я же, кстати, еще никогда не открывал вот этот вот так называемый бардачок. Возможно, там что-то полезное лежит. А, компакт-диски там лежат. О, прикольно. Может, я их послушаю? А, тут что-то есть. Посмотрите. Тут есть соответствующий на iPod на старый. Ё-моё. На старый iPod. АУКС есть. Ну, ребята, мы живем. Я в жизни этого не знал. Оказывается, мы можем слушать и музыку. Ну, попробуем. Это интересно, интересно. Как-то надо к нему подключиться. Да, потому что вот здесь USB есть. Вот. И, возможно, можем что-то с этого поиметь. Флешку типа вставлять. Ну, как-то не знаю. Сейчас это просто потоковое. Потоковое используется. Здесь вот так открывается все. Опять диски, диски, диски. Фанасик никому не варнует. Нету дисков. Ну, такая машинка. Что я могу сказать еще. Вот это вот сейчас ничего не работает, потому что это отключено. Потому что надо восстановить, как сказать, опускание стекол. С той стороны она работает только, когда сидит пассажир. Здесь очечники с такой. Ну, что ж, могу сказать. Пока я ее не ремонтировал. А, ну, задний фонарь я отремонтировал. Я все скрывал, потому что не работал. Ну, просто не было, естественно, контакта. Не было, естественно, контакта. И не работал стоп-сигнал. И только габарит. Ну, я это все сделал. Кстати, вот эту коцку уже я сделал. Потому что фонарь у меня упал. Так что немножко, да, коцые машины при ремонте. Ну, это нормально. Это нормально. Ну, считается, что она, по технике, она приличная. Да, я считаю, приличная, потому что двигатель здесь простецкий. Там стоит цепь такая мощная. Она короткая. Можно сказать, одна и вторая идет. Ее, можно сказать, и не надо менять. Ни хрена, ни на что. Ну, возможно, я поменяю какие-то жидкости. Имеется в виду редукторный, я так думаю. Передний редукторный, задний редукторный. Может, коробка. Но это со временем. На данный момент все вот так. Видите, задняя дверь открылась. Задняя дверь открылась. Что-то там горит. Горит просто. Ну-ка. Надо вот так, наверное, сделать. Ну-ка. Посмотрим, будет гореть лампочка. Вот, лампочка потушила. Да, все нормально. Так что, пока, пока все. Пока все так.